В этом мире все основано на принципе взаимодействия. Никогда не бывает действия без противодействия. Это будет после каждого действия последствия, обратная связь. В этом смысле покупка-продажа или еще как-то обмен. Важнейшее средство реализации этого принципа уже в человеческой жизни. Но если быть посерьезнее и важнее, рынок это экономическая система. То есть представьте себе, что существует хозяйство, да? У вас в доме есть, например, хозяйство. Скотт ходит, трактор стоит, гуси гогочут, супруга с детьми меняющийся сопли потирает. Все это ваше хозяйство, правильно? Огрожен как-то забором. Понятно, да? Вот смотрите, что интересно. Экономика – это когда хозяйство как-то организовано. Понимаете? Хозяйство – это сфера, в которой мы удовлетворяем свои материальные потребности. Но экономика – это когда эта сфера каким-то образом организована. Это фишки, которые мы расставляем на поле этого хозяйства. Тот же самый забор уже показывает, что здесь есть собственность. То есть как только вы ставите забор, да, уже мы видим, что это хозяйство каким-то образом организовано, да? Понятное дело, что в этом хозяйстве там непонятно, допустим, мы договорились. Слушай меня, жена, слушай меня внимательно. Я буду говорить, ты делаешь. Старший говорит, у нас что-то делать. Понятно? Понятно, допустим. Тоже один из элементов организации вашего хозяйства. Как вы гусей, да, гоняйки по какому кругу? Быков, где проводите, да? Вы знаете, что птичье хозяйство, да, ну, очень несложное. В той части, что надо четко смотреть, чтобы не было заражения, да? Поэтому подвоз пищи с одной стороны, да, вывоз отходов, вы знаете, они же отходы производят, да? С другой стороны, и эти дороги сойтись не должны никак. Вы понимаете, да, что хозяйство каким-то образом организовано. И уровень организованности этого хозяйства может повышаться, понижаться. Вот такая экономика, да, это организованность хозяйства, системы экономические, да? А рынок, это экономика частного предпринимательства. То есть я не попусть этого слова, да? Несмотря на то, что у нас в целом сейчас, как бы, ну, ситуация пока не такова. То есть предпринимательство не является господствующим классом, да, в нашем обществе. Постольку я говорю, что рынок это экономика предпринимательства. Даже не попусть это слово частного предпринимательства. Где такое огромное количество покупателей и производствов, такие правила обмена свободного, да, где цены не движутся свободно. То есть в нашем представлении это рынок, о, это же свободное ценообразование. Но это же на самом деле отлукавало. На самом деле на рынке цены не движутся хаотично, да? Там, поскольку все вступают в обмен, да, начиная с рабочего, да, который продает свой труд, да, и заканчивая предпринимательством, которое обменивается векселянин, да, облигациями, да, как бы. И все вовлечены, поэтому изменение цен в одном районе, да, влияет на изменение цен в другом районе. И все цены движутся закономерно. Естественно, что когда возникает дисбаланс в экономике, да, частного предпринимательства, мы называем его кризисом. Классический кризис – это кризис перепроизводства, да. У нас был, в нашей стране всегда был кризис недопроизводства, да, это другой кризис, да. Но классический кризис капиталистический – это кризис перепроизводства, когда где-то скопили запасы, где-то потребности были чересчур сильно оценены каким-то предпринимателем или какими-то предпринимателями, да, целым классом людей, да. И в итоге, что запасы больше не продаются, необходимо время, чтобы это все как-то разбалансировалось, как-то рассосалось, и таким образом дисбаланс приходит в обратное, более-менее равновесное соотношение спроса и предложения. И вот тот предприниматель, который это все видит, который все это использует, он, по сути дела, и занимается тем, что он зарабатывает на этом, то есть он работает с информацией. То есть, как ни странно, демо-предприниматель, чем бы ни занимался, прежде всего он работает с информацией. Понимаете, да? А информация – это такая вещь, которая, к сожалению, не может быть сконцентрирована где-то в каком-то одном месте. Понимаете, да? И естественно, то есть, когда вот говорят, я не спекулянт, я предприниматель, да, я просто с научной точки зрения, как сказать, что ребята, все предприниматели спекулянты. Спекулянт-предприниматели. То есть, чем бы ни занимался, производством, торговлей, банковским или финансовым делом, да, его задача – смотреть, где же потребности общества будут в ближайшее время не удовлетворены, где его дисбаланс, какая отрасль пойдет вперед, а какая пойдет вниз, да, как с этим работать, да. По сути дела, он спекулирует, спекулярует, это нас фактического наблюдаю. Он делает какие-то предположения, ожидания, и на основе этих ожиданий он только потом что делает? Рискует, понимаете, да, друзья мои? И здесь, как бы, иллюзий быть не должно, да. Никто вместо вас за вас этот риск не возьмет. Естественно, потом, когда дело, как бы, выгорит, а не прогорит, да, естественно, возникнет очень много людей, которые захотят у вас этот бизнес отобрать. Это вполне реальная сторона предпринимательства. Это вполне реальная сторона предпринимательства. То есть вам придется думать о том, он сейчас пишет, вот у нас так сильно развито рейдерство, прочее, десятые, да, ребята. Всегда это было. Вопрос только в том, либо это все в рамках закона, еще говорят, там, белое, там, да, рейдерство, да, там, да, как бы, через бижу, да, у тебя взяли и перекупили контрольный пакет акций, да, когда ты просто чуть-чуть потерял бдительность, хватку, не хватило капитала, да, и большой капиталист, ну, съел, маленького капиталиста, да, так говорят, в один присъезд, да, сильный, слабый присъезд. И вам нужно постоянно смотреть за тем, да, как вы пока маленький, да, чтобы вас не съели. Да, но что интересно, есть, конечно же, и более ужасные формы рейдерства, да, когда используются, ну, какие-то силовые, да, или мошеннические способы, да, захвата вашего бизнеса, да, есть и вполне легально официальные, скажем, вы, отнятие у вас бизнеса, да, как бы, издается закон, да, отмене ваш бизнес больше не работает, да, и вот вопрос такой, понятие бизнеса, что же такое бизнес, да, и понятно, что мы не рассматриваем бизнес, как обыденное понятие, да, как бы, дело, которым мы называем бизнес, сейчас переводится, как бы, на русский, как, ну, как бы, дело, да, но на самом деле мы же отличаем, да, его дело как таковое и бизнес, да, то есть бизнес, с одной стороны, может означать просто предприятие, понятно, да, но что интересно, любой предприниматель стремится к тому, чтобы его предприятие, да, выросло до уровня отрасли, я понятно объясняю, да, то есть он хочет, чтобы только, а он один, да, только его одно предприятие было в этой отрасли, или множество предприятий под его контролем. Естественно, он хочет это делать, но совершенно рыночными способами, не хочет применять никаких иных способов, которые ограничивают конкуренцию, но так или иначе его цель, да, стать одним, да, монополистом. Просто очень сложное понятие монополии, понимаете ли, кто-то считает, что это просто рыночная доля большая, да, лично я считаю, что это именно злоупотребление положения на рынке, но не само положение на рынке, стремиться к доминирующему положению на рынке, это цель предпринимателя, если он этого не сделает, его капитал перестанет расти, а вы знаете, капитал, когда перестает расти, это неприятная вещь, казалось бы, ты богат, да, а в один момент можешь стать банкротом, потому что тот капитал, это не просто деньги, капитал, это то, что растет в самом воспроизводстве, прирастает, это движение, да, денег. И в этом отношении, если брать само сердце, да, понятие бизнеса, да, то мы понимаем, что предприниматель, да, бизнесмен, он хочет того, чтобы деньги, которые были вложены, произвели деньги, которые покроют, да, то, что он вложил, то есть он борется о том, он рад капиталу, он хочет того, чтобы эта стоимость все время воспроизводилась и накапливалась, то есть когда мы говорим про капитал, что такое капитал, проще говоря, это накопленная стоимость, накопленная стоимость, да, и эта накопленная стоимость должна что? Воспроизводить саму себя, да, как минимум, да, и перерастать. И здесь иллюзии быть не должно. Бизнес – это дело не денег. Естественно, я не отрицаю того, что если человек горит какой-то идеей, да, если человек увлечен какой-то профессией, да, и хочет служить людям, это лучшие условия того, чтобы эти деньги сделать, воспроизвести, потому что он будет болен этим, он будет сумасшедшим, да, он сделает, и те люди, которые просто делают деньги, да, они рано или поздно, ну, мир наказывает тогда за их халстность, за их жадность, да, и однозначно я не сторонник того, чтобы вы только и думали о том, как делать деньги. Я сейчас просто говорю, что это бизнес, да. бизнес – это очень жесткая логистика, то есть техническая организация делала, да, если вы не забываете о делании денег, да, будучи увлечен на свои идеи, то вы вылетаете в трубу. То есть это функция. Я не говорю, что это смысл жизни, делание денег. Но если вы решили заниматься бизнесом, а не просто делом, если вы решили быть предпринимателем, а не просто делом, вы должны помнить эту жесткую реальность. Как только забыл о необходимом условии, делание денег – это не цель бизнеса, согласен. Так и прошу их записать в протоколе, я такого не говорил. Но это необходимые условия. Забудьте про необходимые условия, и цель, высокая и благородная, она рассеивается, понимаете, в воздухе, там ничего не остается. Остается только горечь в поражении. Понимаете, да? И в этом отношении я хочу, чтобы вы четко поняли одну важную вещь. Очень многие путают понятие предпринимательства и менеджмента. Есть у нас в Казахстане казахстанский менеджмент? Все столько много спорили, да? Нету его. Нету. Почему его нету? У нас что, нету менеджеров казахстанских? Есть. А почему нету? Потому что менеджмент предполагается, японский, американский, немецкий, предполагается, что это научный подход, какая-то школа, понимаете, да? Управленческая. Есть люди, которые разработали какой-то подход, теоретически его обосновали. И это связано с той культурой управления, в тех или иных отраслях, которые мы называем тем или иным менеджментом. Потому что это не просто так. К примеру, японский менеджмент основан на концепции тотального управления качеством. Понятно, да? Американский менеджмент основан на административном подходе. Слышали, да? Как бы вообще, у нас даже, по сути дела, там, как называется? MBA, это Master of Business Administration, да? То есть, по большому счету, это административные подходы. И школы вообще, по большому счету, менеджмент имеет строгий смысл, да? Понятие какое-то, да? Как бы, связано с тем, что это просто администрирование. Понимаете, да? То есть, с одной стороны, мы не имеем дела со стратегическим каким-то уровнем, да, действия управленческих. Мы имеем в виду тем, что нам кажется, что с точки зрения рациональной можно все в этой жизни устроить. Понимаете, да? Я очень рационально подхожу, да, ко всем вопросам, да? Это целая школа вырастает. Там, например, научное управление был такой, Тейлор. Слышали такого, да? Есть потом школа просто науки менеджмента, да, где вообще просто физические, математические подходы, да, отрабатываются. Это все виды менеджмента. Американский менеджмент, хипнорский менеджмент. Казахстанский менеджмент такого нет. Хотя есть казахстанский менеджмент. Мы сейчас работаем над тем, только сейчас работаем над тем, чтобы была какая-то теория, да, менеджмента, которая легла бы в основу казахстанского менеджмента. Но пока такой нет. У нас фонд над этим работает и, в принципе, уже завершает это исследование, да, но пока этого нет. И я хочу сказать главную вещь. Менеджмент и предпринимательство между собой вполне разделимы. У них разные цели, у них разные способы действия. Менеджер не обязан рисковать своим капиталом. Менеджер это тот, кто заботится о развитии предприятия. Понимаете, да? Для него предприятие это цель жизни его. Это цель его вообще служения, да, как бы это долг его, добросовестный. Жить предприятие как единому телу, да? В то время, когда предпринимателя, при всем моем как бы уважении, да, к такому высокому слову, как предприниматель, да, предприятие это всего лишь навсего следствия. Средства движения его капитала. Если он видит, что это предприятие перестает давать не отдачу на капитал, да, должную, необходимую, да, пускай там невысокую, допустим, не выше всех, да, но необходимая, он что делает? Он избавляется от этого предприятия? Вам понятно? И искусство предпринимательства порой состоит и столько в создании предприятия, столько в их ликвидации. Почему? Потому что капитал должен что? Расти, самовоспроизводиться. Если это отрасль, в виде этого предприятия перестает давать отдачу, да, которая работает на рост капитала, предприниматель, что он, конечно, говорит, да, да, уважаю, уважаю, понимаю, понимаю, здесь такие огромные важные моменты, да, как бы там, да, люди, очень важно, там, да, там, человеческий капитал, накопленные, коллективные знания, умения, очень важно, но по-хорошему, если он не может кому-то другому включить это предприятие, продать, да, он начинает думать о том, как ликвидировать это предприятие, то есть наибольшее для него выгодное, да, как бы, помни, такой был фильм, когда, забыл, забыл, называть, там, когда они дают, по-моему, главный ролик, да, и когда там, к нему обращаются, ну, что, что делаешь, вы, а, это, по-моему, это был острый фильм, да, как бы, и там к нему обращались, допустим, что же ты делаешь, зачем ты же так, ты же обещал, там, должно быть, это предприятие будет дальше работать, ты купил его, мы сделали все возможное, что ты обрел контроль над этим, да, а он говорит, поймите простую вещь, вы мертвые, то есть предприятие, намного дороже стоите, чем вы живые, это же слуги мир, предпринимательство, здесь, в данном случае, когда мы говорим про менеджмент, мы имеем в виду профессиональную область, понимаете, да, менеджер, да, это наемный, профессиональный управляющий, который настолько подотарил управлением, мастер управления, понимаете, да, который может любое дело развить, да, как бы, реализовать, но не рискует капитал, это не его задача, и самое страшное открытие, да, в том контексте, в котором я говорю, да, состоит в том, что предприниматель, это не профессия, где вы видели профессию предпринимателя? Нет. Нет? Может быть, предприниматель, это отрасль? Тоже есть такое отрасль предпринимательства, да? Как бы... Долгая жизнь. А? Долгая жизнь. Сущность. Сущность. То есть, на самом деле, и здесь я не соглашусь, почему? Потому что, нельзя будет предпринимательство, да, с предприимчивостью. К примеру, были такие, очень, весьма предприимчивые люди, и даже в партийном, да, номенклатурном аппарате. Слышите, да, про таких, допустим, да, узбекское дело, там, еще так, хлопковое дело. Предприимчивых людей всегда было немало, да, но обязательно предпринимателями. К примеру, те, которые пользуются, да, общественными полномочиями, да, в частных целях. Является предприимчивым человеком или не является? Является. Предприимчив. Да. Является ли он предпринимателем? Нет. Почему? Потому что он за это прибыль не получает. Ну, нет, прибыль он получает и хорошую, да, хорошую. Но проблема в том, что он ничего своего не вкладывает, он ничем своим не рискует, понимаете, да? К примеру, чиновник, разве он не может быть предприимчивым? Может быть, да? Вы знаете, что меня больше всего расстраивает? Сейчас я видел здесь, по-моему, был корреспондент, записывал, записывал, убежал, вырвал из контекста, да, потому что я говорю, о, бизнес, оказывается, делание денег, силу лишь навсего, да, и пойдешь, если он говорит, вот, фонд оспадал, ну, начал, по-грессу делали, вот, ну, не заслушают до конца, убегают, вот такова жизнь, понимаете, да? Я просто более глубокую вещь говорю, что на самом деле быть собственником капитала и служить капиталу, да, это весьма духовная вещь, весьма духовное явление. Представляете, к вам приходит ваш сын, брат, свад, жена, просит вас, дай денег. По идее, надо дать, правильно, да? Ну, и обычный человек это делает, но истинный предприниматель, да, истинный предприниматель так не делает, почему? Потому что служит капиталу, он знает, что капитал должен преврастать, он служит этой цели, да? Если он не будет заботиться о капитале, да, то что будет делать менеджмент? Понимаете же? Дело в том, что отрасли и предприятия, которыми управляем, да, мы все управляем, работаем, там, да, на самом деле все благодаря частной инициативе, да, то есть я имею в виду в рынке, в экономике частного предпринимательства. И если стоимость не прирастает, если я тебе даю просто так эти деньги, то капитал, что? Сокращается, основное тело сокращается, понимаете, да? Есть понятие в капитале тело, то есть основное там принципов, и то, что прирастает на это тело, или еще capital gain, прирост капитала. К примеру, есть такие предприниматели, такие инвесторы, которые в принципе хотят просто вложить денег, заработать и выйти, да, к примеру, они смотрят на то, насколько много, в примеру, дивидендов придет на вложенные средства. И они в принципе работают, получил депозит в банке, в банке, допустим, вычислил ставку депозитную и забрал будем депозит с этой ставкой депозитной, да, к примеру, также вложил деньги в какие-то акции какой-то компании, получил дивиденды, в принципе, история там самая, только чуть больше или чуть меньше, риска больше, да, но часто даже портфельные инвесторы, не говоря уже стратегически, они же рассчитывают на, прежде всего, на прирост капитала, на capital gain. Дивиденды – это то, что изымается из движения капитала, понимаете, да? А истинный заработок на чем? На том, что прирастает капитал, то есть чистая прибыль, друзья мои, это прирост капитала, но дивиденды – это изъятие капитала, а если, как говорится, ты не изымаешь капитал, да, и прирост капитала производится, допустим, бизнес растет, и растет именно в смысле увеличения стоимости его. К примеру, вот где-то в 2000 году, мне предложили землю в районе Мираса 36 соток. Я подумал, 36 соток? Непонятно, сады какие-то, что-то, как-то, а дай-ка я с другом возьму, разделю этот участок на две части по 18 соток, да? Я возьму 17 соток, он возьму 18 соток, по 1000 долларов стоило, как бы, соток в том районе. Ну, довольный, без проблем, как бы, он согласился, ой, здорово, разделили риски, да, купил 20 соток, по 18 соток, да, 18 тысяч долларов, 20 тысяч долларов потратил, да? Думаю, как хорошо, а так бы я потратил бы, представляете, за два раза больше, там, да, почти 140 тысяч долларов, там, да, как бы, там. Что происходит сегодня на дворе 2013-е, да? Сейчас это сколько земли зато 50 тысяч долларов. Я своими руками собственно взял, отрезал от капитала половину, да, и я отдал своему другу, который уже продал этот участок. Представляете, поскольку произошел прирост капитала, да? То есть, то есть, понимаете, дело в том, что менеджер заботится о том, да, чтобы, как говорится, это предприятие генерировало чистую прибыль, да, финансовые потоки, материальные потоки, промоционные, все это в его ответственности, его власти, как бы там, он распоряжается всем, но он не собственник, понимаете, да? Собственник зарабатывает на том, чтобы, ребята, вы и работаете, работать, мне по большому счету, там, ну, я идиарность, неслово говорю, дивиденды, там, кэш, который вы там неформально вытаскиваете, мне не несите, пускай все будет в компании, пускай все работает, понимаете? его задача в том, заработать, да, на том, как вырастет, как бы, стоимость этой отрасли, как вырастет стоимость этого предприятия, да, потому что ожидания людей, ожидания людей, формируют фиксированный капитал, понимаете? ой, фиктивный, сори, фиктивный капитал, что такое фиктивный капитал? К примеру, я вложил, вот как вы говорите, допустим, да, эти там 18-20 тысяч долларов, да, по себестоимости у меня вложение там 18-20 тысяч долларов, понятно, да? Да, но, начинается спекулятивная работа, быта, тоском, все привели, огромные кредиты из-за границы, взяли на себя, раздают людям, да, в ипотеку, все начинают, что бегать за землей, покупать квартиры, да, что стоимость, недвижимость начинает расти, да, растет, 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 моя сотка уже стоит, уже 30 тысяч долларов, да, и я дергаюсь, продать, не продать, продать, не продать, допустим, да, дальше будет расти, это же еличный рост, понимаете, да, и я сижу и жду, допустим, как дальше будет расти, бах, кризис, бах, кредиты резко заканчиваются, допустим, там на Западе, заканчиваются кредиты для нас, для наших банков, банки прекращают кредиты для нас, спрос резко, понимаете, падает, да, и сотка стоит уже не 30, тысяч долларов, допустим, а всего лишь 20 тысяч долларов, а может даже 10 тысяч долларов. Ну, конечно, это больше, чем 1 тысячу долларов. Но я хочу сказать, что эффективный капитал это отражение ожиданий, понимаете, в цене предприятия. Повторюсь еще раз, это не упущенная выгода. Друзья мои, упущенная выгода через другую область, из области экономики в целом, допустим. Упущенная выгода это альтернативная стоимость, понимаете, да? А пока ты не продал, это не является... Да, то есть в это все я не дал. Я эту прибыль не зафиксировал. То есть это для меня эффективный капитал. Пока я не зафиксировал прибыль, прирост капитала для себя по этой сделке, до тех пор это является эффективным капиталом. То есть капиталом, основанным на ожиданиях рынка, да? Вот смотрите, что происходит, допустим, что такое глобальный финансовый бизнес, что произошло в реальности, да? Понимаете, потому что у нас такое вещь, что деньги же, их огромное количество в обществе, не только потому, что их выпускают много, да? Но еще потому, что они оборачиваются между собой быстрее. Это понятное объяснение, да? Быстрее оборачиваются, да? И чем быстрее они оборачиваются, тем большее количество денег в обществе, да? То есть денег в реальности в обществе 10 раз меньше. Но ощущение такое, что их 10 раз больше. И все друг другу продают, покупают, продают, покупают. Ожидания растут, понятно, да? А потом бах! Как бы кредит-кэш, как бы там, ну как бы, то есть кредитный, как бы, провал, да? И вдруг все, помните, Варен Бах сказал, до кризиса. Сейчас те умные люди уходят в кэш. Почему? Потому что кэш, как золото. Потому что до этого очень многие кэш, да, обращался в виде... Фиктивного. Да, фиктивного. Потому что было очень много бредигаций, векселей, понимаете, да? И бах! Все схлопнулось, да? И оказалось, что денег намного меньше в обществе, чем эти деньги производили. Теперь я попытаюсь объяснить, что происходит на самом деле. К примеру, вот это вот будет вексель. Допустим, да? У вас, к примеру, как вас зовут? Манас. Манас, у вас есть 100 тысяч долларов, да? То есть, ну, нет идей. Я, Нора Канад, у меня есть идея, но нету 100 тысяч долларов, да? И я бегаю, 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 слушай, там, не знаю, что где дайте 100 тысяч долларов. Банки нахер посылают, ничего со мной не делают. Я кто такой вообще? Кто такой? Давай, до свидания, допустим, да? Ты же меня знаешь, допустим. Попроси кого-нибудь, чтобы искать мне займу деньги, да? У меня в банке дают сколько там? 5 процентов, да? За доллары, допустим. Я дам тебе, там, 10 процентов, допустим, да? Пусть кайдают. Ты что? Ну что, какие проблемы, допустим? Да? Я тебе сам дам 100 тысяч долларов, мне все равно, там, я могу банк отнести, но я дам тебе, я тебе верю. Он мне верит, понимаете, да? Он пишет, допустим, да? Вексель. 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 Вексель – это долговое обязательство, да? Безусловное, повторюсь. Безусловное, долговое обязательство. Это означает, что какие бы условия ни были, я тебе просто тупо должен. I owe you. Что говорят? Вексель – это I owe you, да? То есть, как бы, это как бы я тебе должен, да? Да. И, получается, я что делаю? Я, как я пишу? Я, Нуров, КАИ, да, удостоверение номер такого-то, да? Расписка. Да. Долговая расписка, да? Да. Обязуюсь, обязуюсь платить предъявителю всего 100 тысяч долларов. Что я еще забыл? Вексель. Вексель. Плюс 10 процентов. За 1 доллар. За 1 доллар. Вексель. Вексель. Ну да, я 100 тысяч долларов взял под 10 процентов годовых. За каждую. Да. То есть, за 100 тысяч долларов я плачу там по-любому 10 процентов на каждый доллар, да? Ну что я еще забыл? Срок. Правильно. Через год, а на самом деле я пишу примеру. Это какое у нас сегодня число? Первое ноября сегодня же, да? Первого ноября? 2014. 2014 года, допустим, да? Подпись. Все. Супер. Отдал Манасу. Вексель у него. Я получил обратные деньги. Я получил деньги, допустим, да? Я получил деньги, допустим, да? Я получил деньги, допустим, иду ли я регистрировать нотариальные. Нет, не иду, ничего нет. Это моя подпись, понимаете, да? Это мое слово, да? Это может, если я юридическое лицо, я поставлю еще печать, да? Не проблема. Но мне не нужно никуда идти. Я отдал, подписал, обещаю. Понимаете, да? Все. А ныне у меня с ним отношения. Финансово-кредитные. Понятно? Я надежу теперь эти деньги у себя. И довольный там делаю свое дело. Но что происходит дальше? Пример, как вас зовут? Ниас. Ниас? Ниас. 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 Как говорится? Ниас предлагает Манасу, давай, говорит, купим там баню. Раз такие классные, вообще гребена пошли. Никто не хочет в общественную баню, все хотят ходить в баню частную, допустим. Потому что там есть все. Мы там все решим. Никаких затрат, все нормально. Давай свои бабки. Допустим, да, как говорится? Он говорит, я у меня, бабок нет. А почему у тебя есть? Вот у меня, говорит. Векселя есть, ну, а франаты, говорит. Он говорит, ну, иди, пусть я забью его. Быстро, забери. На, забей все. Я говорю, ты что, с ума сошел? Видео, что не забейся на день. Через год я тебе плачу. Допустим, да, до съедания называется, да? Какой выход у Манаса, да? Какой выход у Манаса? Манас думает, думает, не знаю, что делать, а этот... Иди в суд. Да, да, а Ниас говорит, а давай сделаем так, говорит, да? Еще один вексель. Да, да. Мы сделаем так. Мы возьмем, да, этот вексель, да, как говорится, да, и как бы там, как бы, и отдадим вот тем людям, которые продают баню. Он говорит, да ты что? Ну, пойдем посмотрим. Подходим, говорит, слушай, и говорит, да, вот, 100 тысяч нет, но есть 100 тысяч плюс 10 процентов. Он говорит, ну, это было только через год. Да, да, продавец бани, например, как его зовут? Даке. Баке? Баке. Баке, ну, а Баке, Баке говорит, что? Баке говорит, о-о, супер, говорит, это, говорит, тёмно. То есть, я как раз, говорит, не знал, как говорится, я как раз баня надоело, вот так надоело, тёлки приходят, то, всё, бонсёры, допустим, да. Я говорю, мне надоело всё, я хочу этим заниматься, да. А деньги, я, встаю, о, поднись, 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 100 тысяч, если бы, ну, бонсёры, бонсёры, получил бы там 5 процентов, а вот 100 тысяч, а, ещё, ну, рука нам, ну, вы же, ваш друг, да, знаю, доверяю, допустим, да, я доверяю вам, там, не аз, не аз, о, мне, допустим, да, в принципе, раз, два, и всё понятно, да? Вексель переходит к вам. Как это делается? На обратной стороне пишется, там, передано, передано, баке. И, как бы, монасты, монасты подписывает, пожалуйста, подключи, съели, вот здесь, да. Это называется индосаминт. Да, 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 это называется, это называется индосаминт, понятно? А у тебя понятно. Подключи, подключи, баке, баке, не спеши. Индосаминт, передаточный анапис. Это вексель простой, это вексель простой. В бане нет. Он простой, да? Не переводной, но, простые вексель тоже переводятся. То есть, если ты пишешь индосаминт. В принципе, индосаминт. Что значит переводной? Переводной – это приказ об оплате. А вексель – это обещание об оплате. Вот, я просто обещал, просто. А приказ, к примеру, вот мой банк сидит, видите, красивый, какой банк, допустим, да? Да, и я говорю ему, ты что, приказываю оплатить Манасу 100 тысяч долларов через 1-й год, приказ, ему отдаю, да, как говорится, тот ставит вначале акцент, акцептует, да, такие деньги есть, все, без проблем, акцептует, я заплачу по вашим приказам кому угодно, допустим, и этот держит у себя Манас этот вексель. Неважно, переводной он или простой приказ или обещание, главное, что это можно передавать дальше, по недосаменту. То есть, какой вопрос был, да? А вот, если, например, банки, вы получили акцент, вы регистрировали, а потом они его получают, банк же ему не отдает деньги, то есть вам. Никому ничего не дается, просто при переводном векселе тот третье лицо, на которое выписывается, да, приказ, должен подтвердить, да, я подтверждаю, что буду платить по приказу. К примеру, это может быть не банк, как вас зовут? Толгат. Толгат, может быть, должен мне, я должен ему, да, я говорю, у меня денег нет, но мне толгат должен, а толгат дадаст тебе, правильно? Ты же все супер разумно, это в нормальной рыночной экономике это делается, только у нас это не делается, правильно? Эй, я с тобой работал, я с тобой дальше буду работать, ты меня понял, да? Понятно, да? То есть, на самом деле, когда монаст берет у меня вексель, он идет к толгату, и толгат говорит, акцент, акцептую. То есть, все, вексель переводной, считал, стал как простыми, но все, он дальше теперь ходит, понятно? Как вы думаете, как долго этот вексель может ходить между нами всеми? Да, как я задумываюсь. До конца срока, правильно. Вы знаете, до конца срока, правильно. А сколько раз может быть вексель обернут в этих всех сделках? Неограниченно. В зависимости от того, какие у нас ожидания. Если у нас ожидания роста, успеха, всего, да, кругом все растет, да, мы будем каждый день друг другу вексель передавать, а до тех пор, пока не воткнемся, Суррисис. Не обратно к вам придем, а у вас денег нет. Подождите, подождите, подождите. Я обещаю самое такое статическое лицо до конца. Как вас зовут, как вас зовут, да, да, вот только туда вернулись, да, как вас зовут? Ордолы. Ордолы. Наконец, через 10 раз, допустим, мы не будем родного, 10 раз вексель обернулся. 10-ти-то сами это здесь получили, да? Приходим к Ордолы, говорим, Ордолы, на, примей вексель, допустим, да? Он говорит, кто такой Нуров Канат? Я в тебе верю, допустим, а ты веришь тому, допустим, да, и через примерно час-другой он вдруг понимает, что он не знает, кто такой Нуров Канат. Да, он, нет, он может и знать, но он не верит в него. Почему? Он должен верить в него. Через 10 рук, понимаете, да? Нет, конечно, если я не Нуров Канат, а Уоррен Баффет, да, он, конечно, поверит. Правильно, да, но мы не все же Уоррен и Баффет, да? Да, мы не все же там Гейтси, да? Поэтому, что он говорит, ребята, до свидания. Что делать этим ребятам, которые поверили, да? Они же попали? Они же попали. 9, 9, он же попал, получается? Что за пирамида, мать его, ой, попал. А на самом деле, что происходит? Он бежит теперь в банк, Юрий, Братан, братан, что делать, да? Братан, да, привет, тот говорит, ну ты видишь, здесь через год погашение, а ты прибежал через полгода, допустим, да? Я у тебя приму этот вексель, называется учет векселей, но только с дисконтом, да, 5%. Ну, конечно, ну, конечно, тот говорит, все, вексель принимает, вложит сюда, выдает мне денег, сколько выдает мне денег? 105 тысяч. Сколько? Если вы правили 100 тысяч, 105 тысяч он вам отдает. 102, 103, так грубо. Ребят, ну какие же вы предприниматели? Вы смотрите, он с дисконтом, он мне 95 отдаст. А, 95 отдаст? Куда? А, нет, он получать, он получать. 110 месяц, да? 100 плюс 5. 100, что это, смотрите, ребят, вот он положил бумагу сюда, это 100 плюс 5, ой, 100 плюс 10 процентов, да? 110 тысяч долларов, но это будет только через полгода. Через полгода. А сейчас только 100 тысяч. Да. А вы понимаете, в чем проблема? У капитала, у денег, да? Есть понятие временной режим стоимости, слышали, да? Означает, что доллар сегодняшний намного дороже, чем доллар завтрашний. Вы поняли, да, Рич? Обычные люди думают, что завтрашний доллар, конечно, больше, чем сегодняшний. Я не имею в виду инфляции, нет. А я говорю, ну что, прирастет капитал, во мне тут 10 процентов. Но предприниматель знает, что это риск. Риск этих денег может и не быть. Поэтому для него доллар сегодняшний намного дороже, чем завтрашний. Почему? Потому что сегодня я могу поесть, могу попить, да? А когда я беру вексель, да, я жертвую, понимаете, да? Я откладываю потребление. Понимаете, да? Тот, кто жертвует, тот должен получать что? Процент. Процент. А у нас что говорят? У нас говорят процент. Процент, это расставщичество, это спекуляция. Друзья мои, это же процент имеет вполне ясные экономические основы для себя. Получается, ты прошу меня деньги, я тебе даю, я жертвую. А ты что получаешь? Ты не жертвуешь, чем ты получаешь сегодня все эти деньги. Взял чужие, а давать что? Свои, да? А даю долги только трусы. Понимаете, да? В чем проблема? Тот, кто расстается с деньгами, тот, кто ложит их в банк, кто-то ложит их друг другим в оборот, да? Он же рискует. Он же жертвует. Я не говорю, что он рискует. Он вообще сегодня уже жертвует. Да пусть ему увернут. Но он же сегодня жертвует. Почему? Потому что он сегодня не может ни есть, ни попить, ни купить колье для своей жены. Понятно? А тот уже покупает, бежит. Понимаете? Понимаете, в чем разница, да? Поэтому процент есть. Поэтому он берет, говорит, я этим веществую вексель, да, под 5% годовых, правильно? Получается 95 тысяч. Я подбегаю. Рудолы. Вот тебе, как бы, 95 тысяч, допустим, да? Да, да, нет, нет, разбежали с паха. Знакомая картина, да? Он говорит, он сможет, сможет, только потому, что я тебя люблю, да? И забрали, забрали. Понимаете, да? Что получается, друзья мои? Получается, это все, как бы, романтика, допустим, да? Как бы там, да? Но вы реальности же видите, что происходит? 10, всего лишь 100 тысяч долларов, на 10 раз умножить, и сколько? Понимаете? Всего лишь одна финансово-кредитная операция, или же мной, и Манаса, обеспечила оборот миллиона долларов. Понимаете? В нашем обществе мы сотворили ценности на миллион. Каждый раз, когда предприятие какое-то продается-перекупается, это спасение предприятия, понимаете, да? Почему? То, что тот, кто продает, не видит смысла в нем. А тот, кто покупает, видит. Что же, тот такой тупой, что ли, который продает, а тот, кто покупает, такой умный, да? Никто этого не знает. Это знает только тот, кто покупает, и не знает только тот, кто продает. Понимаете, да? Почему? Потому что, значит, у того, кто покупает, есть альтернативные возможности, которые нет у этого. Он не тупее, у него просто этих возможностей нету, этой информации у него нету. Конечно, тот, который покупает, мог отдать ему эту информацию, да? Но тогда зачем? Тогда как бы информация появлялась в обществе, понимаете, да? Тогда бы информация никогда не появлялась, если бы мы друг другу просто так отдавали информацию, да? Тогда бы кто эту информацию искал, то бы эту информацию производил, понимаете? Предприниматель же тот информацию ищет, производит, генерирует информацию — вот что делает. Почему она и спекуляция? Потому что я наблюдаю, я генерирую информацию, которую никогда какой орган планирующий не сделает, понимаете. Не вернемся к рыночной экономике предприниматель. Итак, он взял, учел Vexit, да? Под сколько процентов? Под 2 процентов, да? Он получил деньги? Обещание. Да, и теперь риск кому пришел, риск кому пришел? Банку. Банк рискует? Да. Чепуха. Он берет этот Vexit, ну, конечно, вкладчики всегда есть, конечно. Но в данном случае мы не имеем в виду, что хороший менеджер банка заботится о вкладчике, чипа такого, да? Да, и он, говорит, от Vexit идет куда? В страховую компанию. Вот здесь у них страховая компания, он говорит, встань, пожалуйста, повернись, видите, как лицо у него, да? Он говорит, осадитесь, пожалуйста, да? Я говорю, пожалуйста, застраховуйте Vexit, допустим, да, я банкирю... Ну, он говорит, что я, говорит, хорошо, говорит, я вам взраховываю его там под 1-2 процента, допустим, да? То есть имеется в виду, что страховые выплаты мне придется ему платить, понимаете, страховые премии, допустим, да? И он мне говорит, что в случае чего не так, я тебе стоимость этого Vexit, да, как бы, возмещаю. Понятно? Страховый случай называется, понятно, да? То он теперь рискует. Страховщик, скажем. Нет, не рискует. Он перестраховывается. Почему? Потому что это его бизнес. Страховать риски. Это его бизнес, понимаете, да? То есть из десяти, из ста сделать по страхованию. Нет, страховой случай это его расходы, это его издержки. Он ничего мне не дает, он просто принимает от меня платежи. И все банки ему, да, и все предприниматели ему платят, 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 платят. А он сидит как и растет, как и наружая, растет. Почему? Потому что это самая огромная концентрация капитала в обществе. На самом деле капитал, который в обществе существует, он на самом деле принадлежит нам всем, кому бы он ни принадлежал. Наша задача в обществе сохранить этот капитал. Понимаете, да? Мы все должны заботиться о том, чтобы хотя бы у кого-то было его много. Понимаете? Потому что эта схема взаимодействия доверительного возникает у нас. Понимаете? А если ни у кого не будет в обществе такого капитала, то вся наша схема, она будет вся. Не сможет быть такой, условно говоря, без риска. Риски всегда есть, да, понимаете? Да, 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 огромные страховые компании. И те, да, лопаются, да? Но с точки зрения нормальной экономики, да? Он же, это же его риск, это же его бизнес, да? Это же он на этом основа. Поэтому кто сидит в банках, сидит в страховых и прочих финансовых учреждениях, они самые ненавистные для простого народа люди. Почему? Потому что они ничего не делают. Они просто страхуют и учитывают. Этот век сенучел, этот век страханул, а мы все с вами в дураках. На самом деле нет, друзья, это же мышление прошлого века, да? И вообще мышление постсоциалистическое, постсоветское. На самом деле они очень важную работу выполняют, интеллектуальную. Они накапливают информацию, они генерируют информацию, да? Они знают точно, не ходи туда. Ну не ходи туда, можно, в смысле, в эту отрасль. Ну сколько уже людей сломало свои рога об этом, допустим, да? Давай мы лучше чуть-чуть другое тебе дадим, да? Кредит. Понимаете? А, он говорит, я сам, все-сам, не понимаете, допустим, да? Пошел и прогорел. Всем стало хуже, понимаете, да? Всем, помните? Такого нету, чтобы вынесли экономике, кажется, сам до себя, допустим, да? А вот в советской, в Казахстанской экономике, мы должны быть вместе, да? Ребята, это тоже социальная экономика. Она тоже основана на общественной цели. Просто здесь учитываются индивидуальные цели каждого. Дается возможность каждому генерировать информацию и знать возможность выпускаемого. Вот когда мы говорим, выпускаемая выгода, да? Это и есть альтернативная стоимость. Как бы у каждого ресурса есть возможность использования его, да? Но она не одна, а несколько. И какую мы выберем, да? Зависит от нас. Но все остальные, пока не последующие, наилучшие возможности использования ресурса, для нас навсегда пропадают. Это и есть альтернативная стоимость, которая является экономической стоимостью, которая не отражается от финансовой отчетности. Таким образом, этот вексель приходит сюда, ко мне через год. Я заплачу банку, да? Как бы там банк доволен, все довольны. Либо, если я не заплачу, страховая будет банку. И страховая, в принципе, тоже довольна. Она получит у клиента с постоянными выплатами, да? И это ее риск. Но это возможно благодаря такому понятию, как кредит. Кредит – это отношение доверия, да? То есть, когда мы с ним вошли в эти отношения, это был кредит финансовый, правильно? Если, к примеру, долгат поставит товары, монасы, да, и скажет дальние векции в обмен на товары. Не в обмен на деньги, но в обмен на товары, допустим. Это был какой-то кредит. Товарный кредит или еще, говорит, коммерческий кредит. Теперь, если этот человек, как бы, если, к примеру, пришел покупатель в магазин и покупает, 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 и все это благодаря кредитной карточке, да, и все довольны. Видишь, даже нет кредитной карточки. И он говорит, вот ваш счет мы вам открываем, получаете, 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 да? Это что, как называется это? Потребительский кредит. Так вот, что интересно, друзья мои. Вот эта вот несчастная операция, всего лишь единственная, да, по финансовому кредиту, да, обеспечивает огромное количество, в сто раз больше операций по товарному кредиту. А товарные кредиты обеспечивают в тысячу раз все потребительские кредитные операции, понимаете, да? То есть, вот что такое мультипликация. Вы поняли, благодаря чему она возникает? Благодаря доверительным отношениям 100 тысяч долларов превращается в миллион, а потом это все, вот, и схлопывается, да? И реальности, 100 тысяч долларов только в реальности есть, понимаете, да? А все остальные, как говорится, да, бегают, потому что они все в долгах. Как шлопывается, долги-то остались, а денег нет. Вы поняли, как работает кризис? Да. И вот это все этим всем, как бы, да, занимается предпринимательство. Друзья мои, так вот, раньше, когда твои долги, векселя, которые ты выдал, да, гаджет, пришло время, говорит, платить по векселям. Вы поняли здесь, что это означает? Ты наводавал векселей, 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 потому что ожидания были высокие и тебе доверялись, да? И у тебя реально был капитал. Да, а получилось, что, когда пришло время платить по векселям, да, как говорится, ты прогорел, ты вылетал, вылетал в трубу. Что делать с таким человеком надо? Судить кирмопатой. Так делают во всех нецивилизованных странах. Понятно? Еще один вексель. Да, да. Почему? Потому что в цивилизованных странах предпринимателей не садят за то, что они не платят по векселям. Первый. Когда предприниматель не может платить по своим векселям, да, он банкротится, да, как бы. Это значит, мокровство, да, вот, и когда он не может, там, платить свое время, вроде как, техническое мокровство, когда он не может платить вообще, ну, уже считается, финансовое мокровство, там, полное, допустим, да. И, к сожалению, к сожалению, как бы в нашей стране, как бы пока, я говорю пока, мы не движемся вперед, конечно, да, но в нашей стране пока предприниматели садят за это, да, как бы нам, да, за это садят, хотя это неправильно. Понятно, что даже в нашей стране, к примеру, если вы возьмете финансово-кредитную операцию между предпринимателями, да, допустим, да, даже между юридическими лицами такая операция запрещена. То есть я хочу, чтобы вы поняли, в какой стране мы сейчас находимся. На самом деле то, что я писал, это настолько естественно и вам кажется, что это все разрешено. На самом деле, это все запрещено. Хотя, это никто не остановит, потому что рынок, это есть, и, как бы, предпринимательство, это такие естественные силы общества, да, что все равно это будет делаться, да, и делается, да. Просто-напросто считается, что этими операциями финансово-кредитной можно заниматься только банки, да, получили цензию, там, там, не занимайся, да, вот, не так вот, да, как бы, ну, в реальности жизнь богаче, глубже, да, и в вопросах финансирования бизнеса, да, они, в принципе, привлечения инвестиций, они, в принципе, связаны со всеми этими операциями, которые было, операция финансово-кредита, да. А что-то происходит в других странах, допустим, да, почему там, допустим, не сажают их, допустим, да, потому что там есть вторая предпосылка, да, рыночной экономики. Первая предпосылка, мы уже говорили, там, какая? Кредит. А вторая предпосылка, это ограниченная ответственность. Чтобы вы поняли, что это такое, да, это, когда тебе предъявляют их себя, а у тебя не хватает средств, да, чтобы погасить, да, то если ты действовал, а на Западе именно 90% бизнеса действует с ограниченной ответственностью, да, то вступает в силу принцип ограниченной ответственности. И предпринимателя в яму не сажают, да, потому что он кто? Он просто владелец предприятия, он не менеджер. Сажать должны менеджеры, допустим, да, если он деньги украл. Если не может погасить, то тоже он ни при чем, да, как бы по идее, да. Но если он украл деньги, да, менеджер может посадить и посадить его владелец. Понятно, да, владелец, то есть бизнесмен, предприниматель, садит менеджера. А у нас, к сожалению, садят владельцы, чтобы никто не мог посадить менеджера. То есть у нас маленький не до конца еще сбалансированы все эти отношения. То есть у нас предприниматель, владелец, он виновник всего. А то, что реально кто подписывает документы, кто выгоняет деньги, это же на самом деле менеджер. Предприниматель не подписывает, он владелец. Бывает, что совмещается предприниматель и менеджер в одном лице. Такое бывает, пока мало предприятия. Но суть не в этом, а суть в том, что именно должны были понимать, что по-хорошему, чем рискует предприниматель, он рискует только вложенным капиталом. А как же так получается? Что за ограниченная ответственность такая непонятная? Что за принцип такой ограниченной ответственности? А он очень простой. К примеру, вот я есть человек, физическое лицо. И у меня есть какого-то хозяйства, да? Мое личное имущество. Понятно, да? И я выделяю из этого хозяйства, из личного имущества, определенную долю, к примеру, там... И я говорю, что отныне это установлен фонд товарища с ограниченной ответственностью, который называется, к примеру, Планкион. С этого момента вот эти 100 тысяч долларов, которые я выделил, да, являются мерой моей ответственности. Отныне все векселя, которые будут предъявляться, они будут предъявляться не мне лично, а фикции юридического лица. То есть вот это реальное лицо, физическое. А есть фикция юридического лица. То есть это юридическое лицо. Почему фикция? Потому что в реальности, в реальности, да, как бы, это запись просто в регистрационной книге, да, в Акимате или в Комлику еще, понятно, да? Да, но теперь все права собственности на эти 100 тысяч долларов, да, переходят этому ТО. Отныне я, Боже, не владею этими 100 тысяч долларовами. Этим владеет ТО. То есть оно является отдельным субъектом хозяйственных денег. Отныне, это иллюзия, что вы владеете 100 тысяч долларов, теперь владеет эта компания, товарищи со сограничной ответственностью. А вы лишь владеете в таком случае, разве это не ваша компания? Вы владеете всего лишь навсего 100% акций или паёв в этой компании. Да, да, да. То есть в данном случае я просто хотел сказать, что здесь речь идет о том, что отныне, если, к примеру, в их селе это предприятие понадобало на миллион долларов, да, как бы активов у него, как бы, всего лишь на 100 тысяч долларов, то это проблема у всех тех, кто принимал этот вексель. Поэтому основной фонд, капитал, да, уставной, это мера ответственности, да, того или иного предпринимателя. Поэтому это не просто так. Установка спрашивает, да, какова ваша мера ответственности? Мер ответственности моя вот такая. Установка, например, у меня миллион долларов, да, понятно, что вексель на 100 тысяч долларов я приму, да? А если моя мера ответственности, то есть в сумму фон там 100 тысяч долларов, да, то вексель на 300 тысяч долларов брать глупо, да? Понятно, для чего это делается, да? Вот. И отныне есть такое понятие защита от кредиторов. То есть это все, кто предъявляет векселя ему, да, он отныне, когда видишь, что не может погасить, он прибегает к защите от кредиторов. Банкротство это никогда ссадит. Банкротство это когда не ссадит. Понятно? То есть банкротство это процедура защиты от кредиторов, понимаете, да? То есть на самом деле у нас все стоит, все, наоборот, понимаете? Но у нас никогда банкротству не добьешься. У нас, ты что, банкротство сходил? А как же налоги? Ты еще не заплатил налоги. Да, давай сначала тебя посадим за неукладу налогов, а потом посадим за то, что ты не вернул долги людям. Понимаете, да? То есть весь смысл. Товарищество с ограниченной ответственностью у нас в стране пропадает, понимаете, да? Потому что принцип ограниченной ответственности, да, он один из важнейших в рыночной экономике, да? И он играет огромную-огромную роль, да, в том, что происходит. Смотрите, пример, я, допустим, решил создать компанию, допустим, да? И выделяю, к примеру, определенные средства, допустим, да? И как бы у меня есть установленный фонд. Это вот новая компания, да? И этот установленный фонд, это не просто так. Он играет очень важную роль. Установленный фонд, он играет не только ограничивает мою ответственность, да? Но еще мы заранее говорим, допустим, да, к примеру, я есть Канада, у меня будет, к примеру, там 25%. Если вот Ирлан сидит рядом, да, тоже хочет 25%, да? Да, мы договорились, мы вкладываем вместе, да? Он, Катевина, там сидит, да, тоже хочет 25%, вкладываем 25%. И, наконец, МАНАС, тоже 25%. Классно, да? Мы создали товарищество с ограниченной ответственностью, партнерство, да, наше. Там социальным фондом 100 тысяч долларов, да? И вот такова наша структура капитала. Когда слышите слово структура капитала, имейте в виду, речь идет о распределении долей участия в капитале. То есть, когда нам надо изменить капитал, не хочется размывать капитал, не хочется разводнять капитал, надо изменить структуру капитала, или структура капитала такого, что… Это все называется, это просто как доли участия в капитале распределения. Капитал в углубковском учете означает собственность. Капитал означает собственность. Например, вы знаете, да, что в двух учетах есть такая, да, возника есть активы, да? Одна сторона баланса, да? Активы. Там есть долгосрочные активы, да? Долгосрочные активы и текущие активы, да? Да. И есть еще пассивы. В них есть обязательства, да? Обязательства долгосрочные и текущие. И есть капитал. Ну, как правило, считают, что это собственный капитал. Потому что в экономике есть еще и заемный капитал, да? Ну, у нас менее капитал означает собственный. Когда мы говорим про структуру капитала, мы имеем в виду, в какой мере распределены доли участия в капитале. К примеру, если сегодня евразистская торговая система, наша биржа товароматериальная, не развивается, то говорят, что у него структура капитала такова, что он не позволяет ему развиваться. То есть надо, чтобы в капитал пришли, к примеру, эти 12 холдингов сельскохозяйственных, которые у нас есть, агрохолдингов, которые у нас есть в стране. Но знаете, у нас в сельскохозяйстве ни одного нету предприятия агро, которое было бы в государственной собственности. У нас сельскохозяйство на 100% является частным. Это вот такой удивительный факт, да, оказывается, да? Так вот, если бы, когда бы один из этих агрохолдингов был бы владельцем какой-то части этого ЕТС, евразистской торговой системы, эта биржа у нас реально заработала, понимаете, да? То есть много каких-то моментов, да? Но суть не в этом. Мы создали компанию, у нас есть идея, да? Мы все сделаем. Дирлана, он будет управлять, там, допустим, да, к примеру, там, вложить свои 25%, я буду финансировать, вкладывать свои 25% по 100 тысяч, да? Как он что-то делает, мы партнеры, договорились, да? Что он делает, он не только ограничивает ответственность, да? Он еще распределяет прибыли. Это все вначале. Ребята, когда мы вот так вот разделились, да? Теперь независимо от того, как бы мы ни работали, как бы мы ни работали. Я работаю мало, он работает много, Катерина вообще-то пропадает, допустим, да? А как бы, а Манас, как говорится, на все наплевало, отдыхает дома, да? Не работает, да? Что мы сделали с Манасом? А? Ничего. Ничего, нет, в нашей стране делают, да, его. Наши они говорят, Манас приходит, он отдохнул, приходит. Так, ребята, ну что там, как там мои бабки работают? Манас, извини, ты больше не владелец этого капитала. Как так? А мы тебя вычеркнули. Как вычеркнули? Я же вложил деньги. Я там, а вот тебе решение. Мы трое собрались, приняли решение, что у тебя больше не будет, да? И вообще ты не вкладывал деньги, оказывается, твое-твое. Чек под деньги, допустим, да? Почему на такие преступления люди идут, да? Потому что они считают, что по понятиям Манас не прав. Манас, ты не прав. Ты же не работал? Не работал, допустим. А сейчас что хочешь? Как пассажир? Ну да, говорит. До свидания. И Манас уходит, он сам видит то, что происходит, понимаете, да? Но капитализм так не работает. Это называется социализм, понимаете, да? Когда мы все говорим, сколько потрудился, столько получил. Не потрудился, не получил. На самом деле, нам всем так кажется, что это справедливо. На самом деле, это несправедливо. Почему? Потому что предпринимательство – это владение капиталом. Все, что делает Манас, он владеет капиталом. Он вложил деньги. То есть он финансирует. Помните, как предприниматель – это финансист бизнеса. Он тот, кто финансирует бизнес. Он тот, кто вкладывает капитал. Поэтому он сделал это дело, он вложил. От него больше ничего не требуется. Но если мы недовольны Манасом тем, что мы договорились, что Манас, ты отвечаешь за поставщиков, например, допустим, то что мы делаем? Мы говорим, ты свою долю нам продай. Мы не хотим быть с тобой товарищами, допустим. А он говорит, а я хочу, допустим. А он говорит, да. И тогда мы тебе не дадим управлять вообще никаким. Никаких дивидендов ты не получишь. Он говорит, тогда я вашу долю продам. Но не имеешь права. Почему? Потому что товарищество. Мы все товарищи. Без согласия друг друга мы не можем продавать доли. А? То есть собственность его. Да. Но мы-то товарищи. И у нас не акционерное общество. То есть наши паи – это вот называется пай. Пай называется, да? Он не является ценной бумагой. Вот если мы сделаем АО акционерное общество, тогда мой пай превращается в акцию. Понятно? А акция – это уже ценная бумага. То есть акция похожа на вексель. Понимаете, да? Безусловная доля владения. То есть я могу продать акцию, не спрашивая вашего разрешения. Понятно? То есть акционерное общество – это то же самое товарищество с ограниченной соответственностью, только мы больше с вами не товарищи. Понятно? Да. Да. И поэтому по товарищу, если он хочет продать, он должен нам предложить эту долю. И если мы ее не купим по той цене, которую он предложил, то он имеет право ее уже продать другим владельцам. И вот тогда приходит сюда… Как зовут вас? Сергей. Сергей. Приходит сюда Сергей. Допустим, да, ее правильное звучание – он больше не Сергей, он с Сике. Почему? Потому что он… Потому что он Агашка. Ребята, вы не поняли… Это он ее объясняет всем троим, кому не нравится монасты. Ребята, вы не поняли, без меня вам пипец. Просто в этой отрасли, в этом бизнесе, вы никуда не денетесь без меня. Я отныне, как говорится, ваш хозяин. Подожди, подожди, братан, у тебя 25% всего лишь, допустим. Ну, знаете, как бы там, у меня в руках власть, у меня в руках пасачики, у меня в руках финполы. Ну, хотите, я уйду? Нет, нет, не хотим. Останьте, пожалуйста. Почему? Потому что если он с нами, это хорошо. А если он без нас, то нам конец. Понимаете, да? То есть отныне вы фактически власть от такого партнера, которого вы вообще никогда не хотели. И монасты вам покажется раем небесным. Понятно? Поэтому, когда вы ходите с кем-то в долю, в партнерство, знайте, что партнер может всегда уйти и получите другого партнера. Но он не просто так уйдет. Он отдаст долю, либо вам придется выкупать у него эту долю, либо вам придется ее готовить к тому, что придет любой другой, с которым вы не договаривались. А он это знает, монасты. И он говорит, покупайте у меня там рыночные доли. К примеру, там у вас балансовая стена, вы накопили долю, прибыль и все прочее. 200 тысяч долларов разделить на 4 части, да? 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов, допустим. Он говорит, продаю свою долю за 150 тысяч долларов. То есть спал, лежал, ничего не делал, хоть в 4 раза больше получить. Имеет право? Конечно. Имеет право. Допустим. Убьем мы его? Убьем, конечно. Понимаете, за чем дело, да? А представьте себе, что мы не согласимся, да? Не согласимся, да? Ну, придет всякие. Понимаете, да? Поэтому мы согласимся. Мы согласны. Монасты, дорогой мой друг. Я говорю, а хочешь 100 тысяч долларов сразу, а 100 тысяч еще там по частям? Говорю, ладно, согласен. Ушел. Понятно, да? То есть что происходит? Происходит то, что на самом деле, благодаря основному фонду, который, казалось бы, только ограничивает нашу ответственность, мы распределяем прибыль. Отныне, что бы ни случилось, 25% любой прибыли приходят к Монасту. Понимаете, да? И мы не имеем права распределить эту прибыль в виде дивидендов без учета Монаста. Каждый раз мы не имеем права получить эти дивиденды, пока Монаст их не получит. Понятно? Да. Это распределение прибыли. То есть мы так распределили прибыль. Что еще делается на фонд? Он организовывает управление. То есть предприниматели не занимаются управлением предприятием. Могут заниматься. Имеют право. Но тогда они должны стать менеджерами. Понимаете? Они должны взять на себя должность. Ответственность юридическую за подписание платежных и прочих документов. Понятно, да? Да. А, как говорится, предпринимателя ждет отдачи на капитал. Он не управляет. Понимаете? Но он организовывает управление предприятием. Поэтому мы с вами, предприниматели, мы решили организовать управление. И что получается с учительным управлением? Кто осуществляет контроль над управлением из наших четырех? Всех. Он участвует. Исполнительные. При каждом учительном собрании заключается... Ну, это естественно. Мы наняли Антона. Он наш директор. Директор. То есть. Товариство Планкио. В лице, допустим. Директор, да? Директор. Да. Попов, допустим. Он директор. Он подписывается. Он действует от имени предприятия как единого тела. Поймите, ребята. Вы, предприниматели, не это предприятие. Вы, предприниматели, владельцы капитала предприятия. Даже не предприятия. Это будет точным. Мы, предприниматели, владельцы капитала предприятия. Но не предприятия. Понимаете, предприятия, как говорится, само является владельцем всех ваших артилов. Понимаете, да? То есть оно субъект, отдельный от вас хозяйственным, понимаете, да? А отныне, отныне, да, ваше предприятие не изучает по вашим обязательствам, а вы по его обязательствам, понимаете, да? Поэтому Попов есть, не в этом дело, а дело в том, что кто будет назначать этого Попова? Кто имеет право назначить этого Попова? Продолжение следует...